Николас Эрнан Гонсало Атаменди родился 12 февраля 1988 года в Буэнос-Айресе, по знаку зодиака, водолей. Детство мальчика прошло в одном из пригородов столицы Аргентины, Эль-Таларя, где он с малых лет начал заниматься боксом и футболом. На тренировки в местный спортзал Николас ходил вместе с двоюродным братом, с которым тогда был очень дружен. Со временем Атаменди окончательно определился в своих предпочтениях и серьезно занялся футболом. Первые шаги он сделал в Академии Велеса, которая находилась недалеко от его дома. Уже тогда Николас отличался неплохой техникой, а тренеры считали, что из него вырастет хороший защитник. Профессиональная карьера Атаменди началась в 2008 году, когда он дебютировал за Велес в домашнем матче против Росаря-Сентраль. Большое влияние на дальнейшую биографию защитника оказал главный тренер Рикардо Гореки, возглавивший клуб в 2009-м, опытный специалист поверил в молодого таланта и включил его в состав основной команды. И Николас регулярно оправдывал оказанное ему доверие, выступая в важных для клуба матчах. С Велесом футболист стал чемпионом Клоусуры и принял участие в розыгрыше Южноамериканского кубка. Игра молодого воспитанника Велеса впечатлила Диего Марадону, тогдашнего главного тренера национальной команды, который стал вызывать Атаменди в сборную Аргентины. Помимо этого, талантливый футболист привлек внимание сильнейших европейских клубов. Ходили слухи, что в его услугах были заинтересованы Мадридский Реал, Миланский Интер и Туринский Ювентус. Однако Николас тогда предпочел остаться в аргентинской примере. И все же после этого Атаменди долго на родине не задержался. В 2010 году он перешел из скромного Велеса в один из сильнейших клубов португальского чемпионата – Порту. За четыре сезона, которые футболист провел в составе драконов, он выиграл ряд престижных наград, включая Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Португалия. Помимо этого, техничный игрок ростом 183 сантиметра при весе 81 килограмм неоднократно становился чемпионом страны. Новый этап в карьере Атаменди ознаменовал переход в испанскую Валенсию, которая заплатила за него 12 миллионов евро по итогам сезона 2014-2015. Футболист был признан защитником года в примере. В Валенсии Атаменди считался одним из ключевых игроков и показывал высокий уровень игры. Это не осталось без внимания ведущих английских клубов. Уже в следующем сезоне защитник заявил главному тренеру Нуну Санту, что не хочет дальше выступать за летучих мышей, потому что на кону стоят большие деньги. В итоге Николас перешел в Манчестер-Сити, который выложил за него 45 миллионов евро таким образом. Всего за один год аргентинский защитник подорожал на 33 миллиона евро. Следующие пять лет футболист провел в английской премьер-лиге. За это время он дважды становился чемпионом страны, четырежды завоевывал кубок футбольной лиги и дважды – суперкубок Англии. Вместе с горожанами Атаменди пережил кадровые перемены. В 2016 году Манчестер-Сити возглавил Пеп Гвардиола, сменивший на этом посту Мануэля Пелегрини. В интервью аргентинский защитник не раз подчеркивал, что ему особенно нравилось работать под началом одного из величайших тренеров всех времен – Гвардиола, очень требовательный тренер. В первый год было трудно, ведь мы играли в совершенно другой футбол. Было непросто понять его методы. Для меня Хасеп – лучший тренер в мире. Мне нравится футбол, в который мы играем. В 2020 году Атаменди вернулся в Португалию. Он подписал с Бенфикой контракт сроком на три года. Однако дебютный сезон не задался с самого начала, защитник допускал много ошибок, получил красную карточку в матче группового этапа Лиги Европы против шотландского клуба Рейнджерс. Постепенно его игра выровнялась, и футболист заслужил капитанскую повязку Лиссабонской команды. Вместе со сборной Аргентины Атаменди в 2021 году стал обладателем долгожданной награды – Кубка Америки. Личная жизнь футболиста сложилась счастливо. С будущей женой Селестой он познакомился еще в юности, но романтические отношения возникли между ними только спустя несколько лет. Пара воспитывает троих детей – дочерей Нию и Марену и сына Валентина. Атаменди не любит делиться подробностями семейной жизни. Однако несколько раз в году он делает исключение, поздравляя близких с важными датами в своем инстаграм-аккаунте, соцсеть запрещена в России, она принадлежит корпорации Мэтта, которая признана в РФ экстремистской. Поэтому поклонники знают, что супруга Николаса родилась 7 октября, сын – 16 октября, Мия и Марена, 23 ноября и 22 декабря соответственно. Еще один член семьи Атаменди – пес породы Йоркширский терьер. Фотографии в компании любимца периодически появляются в соцсетях спортсмена, который души не чает в питомца. Первую татуировку Николас сделал в 14 лет и сейчас является одним из самых татуированных футболистов мира. Большая часть его тела украшена наколками, которые имеют для него определенное значение. Наиболее дорогие сердцу татуировки посвящены членам семьи Атаменди, детям, брату и дедушке. Однако одни из самых узнаваемых – те, что у него на спине. Там поселились главные герои популярных телесериалов – Уолтер Уайт, Брайан Крэнстон, из культового «Во все тяжкие», Майкл Скофилд, Вентвард Миллер, из «Побега», Рагнар Латброк, Трэвис Фиммел, из «Викингов» и Томми Шелби, Киллиан Мёрфи из «Острых казах».